Ирина Васильевна сейчас всех перепишет. Ну что, дамы и господа, Катя, ты готова? Да. Первое, с чего мы начнем, мы начнем вовсе не с того повода, по которому мы здесь сегодня собрались. Сегодня, вместе с миллионами других копчатцев, мы радуемся за человека, который сидит у меня одесную, за Алексея Выстарабца, у которого сегодня день рождения. Я не буду вставать по той простой причине, что сейчас идет трансляция, если я встану, то на экране будет обрезана голова. Я скажу тебе, друг мой, Алеша, с днем рождения тебя. Я тебе вручаю вот эту вот скромную книжицу, и вручаю я тебе ее не просто так, а с пожеланием, чтобы ты со своим замечательным моноспектаклем объехал все населенные пункты Камчатского края, представленные на страницах этого альбома, а здесь представлены все населенные пункты Камчатского края. Спасибо большое. И теперь, после этого, я скажу, что мы все сидим на одной плоскости, потому что мы не разделяем идею вертикали власти, мы находимся на горизонтали власти. И на этой прекрасной ноте я передаю слово ведущей нашего вечера Ирине Васильевне. Ведущая вечера все время хочет встать. Вы помещаетесь. Я из вертикали немного вышла. Сегодня мы радуемся дню рождения Алексея. Это нужно опустить, это такой сопутствующий момент, случайное, абсолютное совпадение. Все равно, может быть, даже специально так получилось. Поэтому, во-первых, опять повторяю, день рождения и появление вот этой новой книги Мельпомина в краю мултанов. Здесь специально выложены все предыдущие пять книг, которые Татьяна Зайковская и Александр Петров создали по материалам газет. Это вообще, надо сказать, уникальный случай и уникальные люди, потому что они смогли не просто рассказать историю какого-то события, ну, в данном случае истории театра, развития театра нашего, а именно посмотреть на это событие через газетные страницы. Кто из вас читал старые газеты? Когда читаешь старые газеты, ну, душа же радуется. Столько интереснейших событий, столько интереснейших лиц. Язык еще не канцелярский, язык еще живой. То корову ищут, то там что-то нанимают, то кого-то клеймят простыми советскими словами. То есть настолько газета информативная по времени, именно информация времени идет. И вот удивительно, что почему-то до Александра и до Татьяны никто не додумался до такой простой вещи. Все используют газету как источник истории, как источник по каким-то вопросам. А чтобы из него сделать героя, из газеты, из этой темы сделать героя, вот они только додумались. Нет, ну на самом деле, конечно, Ирина Васильевна, я сразу вклинюсь. На самом деле мы не первооткрыватели этой темы. Более того, даже серия, даже название «Камчатка в газетной строке» – это название, которое придумали не мы. Это, так называлось, вышедшая в 1968 году книга, рассказывающая о пятидесятилетней истории газеты «Камчатская правда». А вторая книга строка была «Величко» – «Владимир». Да, да, совершенно верно. Потом была небольшая книжечка, тоже с подзаголовком «Камчатка в газетной строке», которую составлял Витя Борисов, Быстринский район в газетной строке. Это маленькая брошюрка, вышедшая крошечным тиражом, о ней мало кто сейчас знает. Ну и вот мы почти 10 лет назад, мы внезапно подумали, что нужно доводить до людей нашу историю. Потому что, по сути, нашу историю мало кто знает, историю Камчатки. Я сейчас говорю не только и не столько об этой книге, а вообще о книжной серии «Камчатка в газетной строке». Потому что в чём скрыта наша история? В документах и в старых газетах. Причём, что интересно, в газетах мы находим гораздо больше того, чем в документах. И для широкого зрителя газетные материалы более даже удобно читаемы, более легко воспринимаемы. И вот из этих самых газетных материалов мы возводим из кирпичиков то самое здание, которое называется «История Камчатки». Разреши. Теперь дальше продолжаем. И всё-таки я хочу сказать, что вы первая. Ты сам уже сразу привёл в пример Быстринский район в газет. История всего района. То есть просто собрание газетных материалов по истории района. Или Камчатка та же первая в газетной строке. Здесь дана тема. Вроде бы мы видим театр. Вот эту помену, которая появилась здесь на Камчатке. Ну, некоторыми фрагментами в XIX веке. Потом в XX веке она уже по-настоящему поселилась в разных вариантах. И вот не только мы оценили эту книгу, а её оценила ещё и дальневосточная книжная выставка «Печатный двор», которая вручила диплом в конкурсе «Лучшее краеведическое издание» в номинации «Тематическое краеведение». И награждается издательство «Камчат-пресс», которое выпустило эту книгу именно за книгу «Мельпомена в краю вулканов. Театральная жизнь в Камчатке в XX веке». И подписи председатель жюри «Властивосток, 22-й год». Ура, ура, ура. Как вы видите, события у нас так. День рождения, грамота. То есть не только мы отмечаем эти книги, но эти книги отмечает и вся общественность Дальнего Востока, включая почти главный город, город Владивосток. А сейчас это чисто юридически главный город Дальнего Востока, потому что у Хабаровска этот статус отобрали. Ну мы не будем сейчас говорить о... Раз мы уже говорим о... Раз мы уже говорим о... Это ты начал, потому что я хабаровчаник? Нет, нет, нет. Мы говорим не о... Раз мы заговорили о статусе, мы знаем, что забрали это все в результате действий власти. Вот так. И тут прозвучало слово «власть». И я вижу, что в этом зале присутствуют представители законодательной власти Камчатского края. И я вижу, что кто-то из них хочет сказать... Выбирайте сами, кто выйдет на эту сцену. Давайте слово... Он... Слово представляется по алфавиту. Слово представляется по алфавиту. Анатолий — это первая буква, Владимир — вторая. Поэтому... Давайте Анатолий Вадимович Кирносенко. Хотел бы, конечно, на сроку сказать. Ладно, ладно, потом поговорим. Не надо статусе. Здесь нет статуса. Тут уже власть как-то так прозвучала. Я бы хотел... Я должен вклиниться, что вот этот депутатский блок, который сегодня присутствует у нас здесь, Это те самые люди, которые практически в частном порядке сделали инвестиционные вливания, и благодаря им состоялся выпуск этой книги. И самым первым человеком, который стал поддерживать издательскую деятельность из депутатов, это вот как раз Анатолий Владимирович Керносин. За что и многие благодаря. Спасибо. Я хотел бы немножко о книге. Здесь вот первые три книжки, которые лежат из серии, которые Александр Петров с коллегами издавал, я, собственно, их изучил. И очень радуюсь, что эта серия имеет продолжение, это системная работа, это не какое-то разовое издание. И, наверное, очень правильно то, что эти книги рассказывают об истории нашего края, нашего города, вот именно с точки зрения газетной строки. И согласен абсолютно с вами, Елена Васильевна, про то, что раньше язык был совершенно иной. И даже вот изучая вот эту последнюю книжку, Мельпомена, в краю вулканов, интересно было наблюдать развитие, скажем, самого слова, наверное, его, как оно было в самом начале, и как оно преобразилось уже к 1945 году, когда заканчивается история этой книжки. В начале действительно как-то люди говорили как-то проще, употребляли совершенно иные обороты, и это о многом говорит, о культуре, наверное, тех людей, которые жили, потому что те же самые репортеры, они же были из народа. Это говорит о тех настроениях, которые царили в обществе. И вот уже окончательно, когда читаешь последние статьи, они гораздо более профессионально написаны, но, тем не менее, слово уже становится более сухой, более штампированный. Интересно, что, на мой взгляд, изучая вот эти книжки, в том числе Мельпомену, как мне кажется, существует как развитие определенное, так и некая, ну что ли, не хочется употреблять это слово, но деградация. Потому что, к сожалению, много мы утеряли, и те критические статьи, которые раньше печатались в наших газетах, которые бывали здесь в Камчатском крае, относительно театра, относительно актеров, относительно тех спектаклей, которые были, и сейчас, к сожалению, этого нет. Хотя, конечно, вот мне, как любителю театра, хотелось бы, чтобы это возродилось, потому что это позволяет, наверное, любителям, неискушенным, ну, лучше понимать само искусство, да, как играют наши актеры. Поэтому, вот, лично для меня, может, никак не представить о власти, как для человека, который очень любит театр, наш Камчатский, вашу игру Алексей, в частности, да, с удовольствием хожу на всех спектаклей, буквально всех посетил. Мне интересно наблюдать, как это искусство развивалось у нас здесь, в городе, начиная вот от начала, как оно изгородилось и заканчивая 45-м годом. Поэтому, спасибо, хочется сказать сегодня тем, кто проложил руку к этой книжке, тем, кто помогал этой изданию. Конечно же, думаю, что мы с коллегами, я, конечно же, сто процентов даю обещание, дадим финансовые возможности тоже продолжать это благое дело. Ну, в целом, все, что я хотел сказать. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хочу поздравить всех нас с тем, что вышла такая уникальная книга «Липомена Крайвука». Мне кажется, что очень точно в самом этом дипломе обозначено название «Крайвеческая литература, но тематическое издание». Дело в том, что я думаю, что, если вы подтвердите, что за последние годы достаточно много было выпущено «Крайвеческая литература». И Камчатский край здесь может гордиться тем, что мы, наверное, на Дальнем Востоке, да не только на Дальнем Востоке, одни из немногих, но и столько выпустили именно «Крайвеческая литература», в том числе она вышла благодаря депутатам Законодательного собрания Городской думы Петропавловской Камчатской. Но вот именно издание, связанное с культурой, а еще и непосредственно с театром, это, наверное, одно из немногих, а может быть вообще и за последние годы единственное. Как уже было сказано, действительно очень интересная книга о серии «В газетной строке», и перед этим мы с большой радостью дали возможность выйти в книге, посвященной 75-летию «Медикатической войны», сначала, да, а потом уже стихи о Камчатке, которые тоже сейчас развозим по всем городам, и когда бываем где-то за пределами, в командировках, я обязательно вручаю эту книгу, как такой подарок, и все удивляются, неужели столько стихов о Камчатке было написано, неужели вообще столько у вас поэтов на самом деле, где-то здесь, вот далеко на Дальнем Востоке. При этом это первый выпуск. Да, поэтому действительно книга уникальна, уникальна она тем, что здесь очень подробно рассказывается о театре, о самом восстановлении, и, наверное, конечно, раньше мы знали актеров, особенно еще достаточно там 40-е годы, и раньше имя Андрианова, Славина, их знали все. После этого уже стали знать другие имена, как уже сказал Камчатке, действительно спектакль становился событием для жителей города, его обсуждали, критические заметки о нем внимательно изучали в газете. Хотелось бы, чтобы сегодня мы опять к этому вернулись, потому что, давайте честно скажем, что иногда бывают спектакли, которые просто проходные, которые просто сбываются на следующий день. И вот, мне кажется, здесь очень важно действительно вспомнить то очень трепетное отношение наших театральных деятелей к постановке каких-то спектаклей, к изучению материала. То есть это не просто так, вот, а мы сегодня вот там какой-то эксперимент сделаем, мы быстренько давайте что-нибудь поставим за два дня и все. Мне кажется, вот, прочитав эту книгу, мы увидим, насколько тогда люди относились действительно как к очень большому искусству театральной деятельности, как к очень высокому искусству, которое может действительно сподвигнуть на людей, на большие, если хотите, даже и подвиги, и на какие-то большие дела. И вот, наверное, это очень важно, что как раз вот в этой книге это мы можем увидеть. Ну и, конечно, огромная благодарность Александру Петрову, Тянь, за то, что они очень внимательно изучили вот эти все газетные строки. Это огромная, конечно же, работа, которая была проведена. Выбрали самые интересные, потому что на самом деле нужно, по-моему, никаких 10 фунтов написать, если бы вот все описали. Выбрали самые главные такие значимые статьи, и под них рассказали о искусстве и о том, как вообще жил театр, и как общество относилось тогда к театру, и как театр был важен тогда для общества. Вот мне кажется, сегодня мы немножко это утратили, и хотелось бы, чтобы театр стал таким же важным и значимым, как он был в советское время. И я думаю, что вот эта книга, она позволит нам это сделать. Спасибо большое, и, конечно, поздравляю с вашим замечательным. Ну, я хочу сказать, что если внимательно эту книгу читать, или даже если невнимательно читать, все равно обратите внимание на то, что да, это о нашем театре, это история нашего театра. Но это история, вроде отдаленнейшей области России, а сколько здесь было драматических кружков, а сколько здесь было театральных кружков, где только не выступали, и в школах первой ступени, и в экспедиционном отряде, это уже после установления советской власти, и в серогласке, и в халактерке, и в ключах, и вообще везде, буквально везде, и на рыбозаводах акционерного Камчатского общества везде были драм-кружки, которые ставили спектакли, но наравне потом появляется уже как бы профессиональный театр. И вот этот театр, и действительно, и в предисловии, и в послесловии, здесь говорится о том, что все-таки мы чаще всего знаем, почему вот здесь есть несколько книг, которые рассказывают об истории, вот история театра нашего была, было 25 лет, было 30 лет, было 75, была вот уже вот более солидная книга, то театр везде всегда начинается с 33-го года, то, когда рождился наш классический, уже профессиональный театр. А вот Александр и Татьяна, они раздвинули рамки. Театр начинался еще и в 19-м, и в начале 20-го века. Ну, тут у нас выступали законодатели, а теперь я хочу дать слово человеку, который о культуре Камчатки знает, наверное, больше всех. Валерий Трофимович Кравченко. Я очень хочу тоже чуть-чуть добавить Валерий Трофимович. Валерий Трофимович, на самом деле, он, я не скажу, что стоял у истоков, но он был самым первым... Ну, Валерий Трофимович, вы еще Ленина помните. Я тебе тоже, Валера, поближе расскажу. И именно первое профессиональное исследование о театре, оговоримся, о театре кукол. Сегодняшний театр кукол мы знаем с 40-летней историей, но и в этой книге мы публикуем много материалов о театре кукол, и Валерий Трофимович в свое время был первым исследователем той самой знаменитой экспедиции «Театр на Нартах». И, собственно, материалы, которые были собраны Валерий Трофимовичем Кравченко, давали для нас не отправную точку, но обязательную точку о поиске этого материала в газетной строке, о подтверждении этого. И эти материалы вошли в книги. Спасибо, Валерий Трофимович. Ну, Алексей почти все сказал. Я хочу начать с того, что где-то недавно, в общем, лет 25-30 назад, я многие вечера провел здесь на втором этаже, читали на зале, и листал эти подшипки. Не было этого принтеров, сканеров, мы, по-моему, не знали слова «компьютер». И это трудная, огромная работа была, конечно. Меня нормально слышно? Я могу и микрофон, и без микрофона. С микрофона. В первую очередь, меня, конечно, потрясло, что это все люди смогли сохранить в любых обстоятельствах, собирали эти газетка за газеткой, подшипки, как могли их там переплетали, нитками сшивали. Да это, в общем-то, здесь не совсем хороший вариант, нитками плохо подшипки открывались, но главное, это все было в руках. Я тогда почувствовал какое-то богатство, которое большинство из нас не знает, наверное, никогда не узнает. А тут вот после этой книги, я подумал, надо было не сидеть там, не знаю, сколько месяцев, а подождать 25 лет, и мне Петро подарит книжу. И все, вот оно, зорким глазом просмотрено, выбрано наиболее существенное. Но я-то, конечно, я просматривал Камчатскую правду, Камчатский комсомольнистер от Петрова, просмотрел районные газеты, а в них тут уникальная информация, которая к нам не попадала сюда, в наши областные газеты. Я немножко переключусь. Вот я о сегодняшнем не хотел сказать несколько слов, я как будто Алексей припомнил, что я что-то там искал, писал. Я очень любил наши областные драматические театры, я знал всех, все знали меня, я писал рецензии, творческие портреты. Ну, не только, конечно, в театральном направлении, а вообще по культуре. Вот. А сейчас время наступило до такой, что вроде бы некуда писать. По большой очередь, по большая рецензия, она почти никому и не нужна, газет почти не осталось, к сожалению. Как вот теперь собирать подшипки? Не знаю, как собирать эту историю. Мы переключились в интернет, но там преобладает информационное пространство. Вот там это случилось, там это случилось, и еще, хоть ресурсов многовато, а начнешь просматривать, а везде почти одно и то же, кто-то друг у друга перекисывает. Не знаю. А вот серьезное такое журналистское отношение, я говорю сейчас о культуре, хотя и во всех сферах оно требуется, конечно, но сейчас как бы не слишком и востребовано. А интернет, и все, вот через пять минут, не дай бог, выключится свет. И ничего у нас нет, никакой информации, ничего, и нигде мы ее не найдем, если опять не включат свет. Вот. Времена такие. Ну и я не буду утомлять, работа проделана колоссальная, конечно, если бы была здесь Татьяна, я бы ей принес букет цветов, но Петрову я цветы не стал покупать, он мне и по телефону сказал, не покупай, ну ладно. Ах, я хотел. Но хочу ему аналогичную книжечку подавить, с надеждой, что у него нет этой книжки. Есть. Хотите? Есть. Все равно подаем. У Петрова есть все. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, Валерий Яковлевич, потому что мы все, кто, так или иначе, занимаемся исследованием истории картистской культуры, мы все равно где-то идем по твоим стопам, по твоим следам. И вот сразу, сразу, раз уже вы об этом заговорили, вот Валерий Трофимович упомянул, Валерий, в принципе, уже можно не стоять, можно спокойно сесть, потому что я бы уже... С удовольствием. Я тоже сейчас сяду. И сначала я очень коротко скажу, вот Валерий Трофимович упомянул, что мы работали и с районными газетами, но я скажу, что мы работали не только с районными газетами, мы работали даже с газетами, с многотиражками комбинатов АКО, то есть совершенно уникальными материалами. И работали с изданиями московскими, с Правда, с советским искусством, с центральными газетами, для того, чтобы включить сюда материалы. А раз уже Валерий Трофимович заговорил, о театре «Кукол», об истории театра «Кукол», о первую историю, как известно, написал он, речь о театре на нартах, который был в 30-е годы. Я не могу не попросить выйти сюда художественного руководителя Камчатского театра «Кукол» Алексея Казакова, потому что благодаря Алексею Казакову мы сейчас сделали, все мы сделали потрясающее открытие, связанное с историей камчатской культуры. Я думаю, Алексей сам об этом расскажет. И еще для Алексея Викторовича такое небольшое открытие, которое, когда с Петровым стали сотрудничать, я стал штудировать на нем материалы, нашел много интересного. Так вот, Саша, я вас тоже хочу поздравить, тебя хочу поздравить с тем, что как раз 40 лет назад, в октябре 1982 года, первая публикация молодого журналиста Александра Петрова, которая появилась в газете «Камчатский комсомолец», это была небольшая рецензия на спектакль Камчатского театра «Кукол» «Бука». С этого момента Саша начал журналистскую деятельность, и вот до чего все привело. Книги об исследовании к театрам. Я надеюсь, это я открыл Амель. Спасибо большое. Спасибо всем огромное. Я не хотел бы повторяться о самой книге, о огромной работе проведенной, о поддержке, которая была оказана, чтобы она родилась, вышла, мы можем держать ее в руках, было сказано много, но я хотел бы все-таки ее сейчас немножко оживить, потому что правильные слова, но хорошо, когда они подкрепляются тем, что вдруг выпрыгивают с этих страниц, и мы понимаем, что действительно история – вещь живая, история не прерывается, и вот вы здесь сидящий, я стоящий, говорящий, и так далее, мы все-таки не из ниоткуда, а за нами есть живые люди, за нами есть живые события, то, что здесь собрано. Поэтому я хотел немножко вот так вот оживить историю, благо все-таки немножко к театру причастен, и попробую себе набраться смелости и прочитать. Значит, какая польза от этой книги? Практическая. Это восстановление связи времен. Это восстановление связи времен и для публики, и для сегодняшних властей, для людей, от которых зависит жизнь каждого, кто на Камчатке как бы есть сегодня, живет, трудится, мечтает, ищет искусство, творчество. И все это, все эти проблемы, они, ну, так скажем, не первого века. И в чем же действительно была театральная жизнь? Здесь, здесь, вот где мы сейчас находимся, не в этом здании, но в географической точке. К примеру, если мы берем 5 января 1917 года. Статейка. 28 декабря в театре имени С.М. и Н.Б. Мономаховых состоялся вечер учащихся Петропавловского высшего начального училища, весь сбор с которого поступит на подарки солдатам Камчатского полка. Параллель, да? Сегодняшний день. Программа вечера была составлена довольно интересно и выдержанно. Несмотря на то, что программа этой части вечера заключала в себе более 30 номеров пения и декламации, она была проведена настолько оживленно и интересно, что некоторые номера бесировались по желанию публики. После этого отделения была сыграна пьеска Пьеска. Лукашевич в сельской школе. Эта пьеска прошла особенно оживленно, так как ее содержание, взятое из жизни школы, понятно, доступно и интересно для всех возрастов. В заключении для детей были устроены танцы. Несмотря на то, что в театре было довольно свежо, знакомо, да? Благодаря недостаточному отоплению публики было много, особенно молодежи. И валовый сбор с вечера при значительно пониженных ценах превысил 300 рублей. Да, вот как бы ничего не меняется. В хорошем смысле не меняется, потому что сегодня все, кто любит театр искусства и Камчатку, в принципе, борются с тем же самым. Да? Но, наверное, все-таки не зря. Потому что если после того, что было полтора века назад, театр еще жив, и вы в него ходите, и сейчас мы встретились, значит, все усилия не напрасны, и я думаю, стоит их продолжать. Есть еще такая очень интересная история. 2 сентября 1917 года, 27 августа, в Народном доме, да? Был некий Народный дом. Это еще до революции, до переворота. Любителями сценического искусства была представлена комедия в двух действиях «Одолжи мне свою жену». Содержание комедии мы излагать не будем за совершенным отсутствием в ней какого-либо содержания. Жаль любителей, которым приходится тратить время и силы на разучивание и представление подобных пьес. По-моему, сильно. По-моему, сильно. Переплюнуть это даже сегодня очень трудно. Далее пишется. Если не ошибаемся, господин Блажейчик выступает на сцене нашего Народного дома впервые. Насколько можно судить по отчетному спектаклю в лице Блажейчика наша сцена приобретает очень хорошего исполнителя характерных ролей. Но господину Блажейчику необходимо избавиться от некоторых недостатков. Ему вредят нерусское произношение некоторых слов и неумеренные жестикуляции. Представляете, как критично относилась публика того времени к тому, что видела. То есть, культура публики на Камчатке тоже имеет свою мощнейшую основу. Кроме того, господин Блажейчик прочитал умело составленную, хотя и мало обоснованную, в скобках, лекцию о тех изменениях, какие происходят и произойдут в социальном строе в связи с войной. По-моему, очень живо. И, наконец-таки, происходит важное, да, возникает народный дом. Народный дом. Это предтича театров, которые уже действительно встали твердо и зашли в определенные стены уже после Октябрьского переворота. Мне хочется сказать несколько слов относительно народного театра, который будет носить имя здоровой сцены, с ее воспитательным и просветительным значением. Деятельность Койго, как и других отделов народного театра в Петропавловске, будет протекать в стенах существующего в городе народного дома. В то время, как частный предприниматель вынужден чередовать Гамлета с каким-нибудь пустым фарсом в интересах собственного кармана, то и подобный компромисс никогда не может быть поставлен ему в упрек народный театр. Никогда не может идти на заигрывание с вкусами буржуазного большинства на уступку духу времени. Это тоже актуально, потому что коммерция сегодня в театрах отсутствует, иногда она заползает в государственные учреждения творческие, но пошлость и бой, безусловно. если еще не утомил, хотел бы еще немножко прочитать. Что интересно, в сентябре прошлого года театр кукол на Камчатке ездил на Командорские острова. Театр шел в 42 часа туда, в 60 зрителей сколько-то там было, мы сыграли, вернулись. Ну что интересно, это наверное уже для сегодняшних людей, от которых зависит жизнь театра и вообще искусство на Камчатке. В 26 году Полярная звезда пишет, статья называется «Культурно-просветительская работа на Командорских островах». Ну вы поймете, почему я выбрал это. Культурно-просветительская работа сосредоточена в клубе. Клуб помещается в одном здании со школы. Это ненормально. Но жилищный кризис лишает возможности устроить иначе. При клубе организованы секции драматическая, сельскохозяйственная, музыкальная, хоровая, библиотечная, естественная. Драматическая секция за время с 1 ноября, статья вышла 11 августа, за 7 месяцев, с 1 ноября прошлого года поставила 8 спектаклей. Ощущается острый недостаток в пьесах. Приходится довольствоваться тем, что находится под рукой. Нет плановости в постановках. но на Командорских островах был театр. 26-й год. Только закончилась гражданская война. 26-й год. Все не понимают на что жить, как жить и куда двигаться. Но театр был даже на Командорских островах. она не просто уникальный титанический труд, а это то, на что можно ориентироваться, опираться, на мой взгляд, и понимать верным. Сегодня мы идем путем, шагами, верным и представляем, куда развивать культуру и театральное искусство на Камчатке. Вот можно прямо убрать и понимать, что до нас люди прошли тяжелейший путь, в том числе вот этот театр на Нартах, это отдельная история, потому что они приехали из Москвы, пять человек, местные комиссары сказали, что же с вами делать, здание построить не можем, вот вам деньги будете, кочующий театр, езжайте. И они взяли Нарты и через Пургу, Метель, Сопки и так далее уехали. Их похоронили, потому что их не было месяц, два, три-четыре, их нет, ну значит все, значит там либо мишки, либо снег, либо еще что-то. Они приехали через год, все живые, они привезли финансовые отчеты, они заработали какие-то деньги, они сыграли какое-то безумное количество спектаклей, мало того, они во всех поселениях, где они вдруг оказывались выжившими, они еще устраивали, попытались устраивать любительские театральные студии. Сначала их принимали за шаманов, хотели сжечь и вообще растерзать, потом они заводили их за шлем и показывали, что нет тут никакого колдовства, это просто театр купленный. И потом люди втягивались в это, и вот эти энтузиасты в 35-м году совершили невозможно, они сами же вернулись, показали театр в максимальном количестве населенных пунктов, и еще пусть в зачаточном состоянии, но создали любительские театральные студии. Поэтому все эти факты можно разбирать отдельно, но я к чему говорю, что и этот театр на нартах, и вся вот эта публикация, это свидетельство того, что до нас с вами люди не могли успокоиться и остановиться, они любой ценой закладывали вот эти кирпичики, фундаминки, камушки, стены, чтобы здесь было искусство. это по-моему бесценно, поэтому завершаю, извините, что долго, благодаря этому можно черпать и силы, и вдохновение, и выстраивать планы, поэтому всем огромное спасибо. В общем, вот такая вот история здесь запечатлена, она живая, по-моему. Спасибо всем большое. Дело в том, что вот здесь проводилось это исследование Алексея Викторовича Ларисой Васильевной вдохновившись. Да, вдохновившись. Будучи в Москве обратились в архив театра Образцова, где получили копию того самого отчета о путешествии, тот самый альбом, отчет, вот театр, театр Нанарт, это организатор и той труппы театральной, полный отчет на 56 страницах с фотографиями, с путевыми заметками, привезли, сейчас уже на Камчатку доставили эти материалы, и в скором времени в театре Кукол откроется выставка об этой уникальной экспедиции, и я надеюсь, что может я приоткрою наши глобальные мечты, так скажем, мы очень надеемся, что состав театра Кукол, конечно, уже не на Нартах, а более в комфортных условиях, но повторит эту экспедицию по Камчатскому краю, дай бог всем добавляйте к вашим одобрыванию с этой книг объекта Камчатскому краю. Да, да, да. Да еще по тому же маршруту. И по тому же маршруту, да. И те села, которые были утеряны, мы восстановим благодаря поддержке правительства Камчатскому краю. Камчатскому краю.